Всероссийский комплекс «Готов к трудовой обороне» проводится в России уже третий год. Это возрождение программы по физическому воспитанию населения страны. Она нацелена на развитие массового спорта и оздоровление нации. 19 марта физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» принял очередной этап сдачи норматив в ГТО. В этот день порядка 200 человек проверили свои спортивные качества. Сегодня мы продолжаем, согласно нашему плану, муниципального центра тестирования, принятие контрольных нормативов, испытаний Всероссийского комплекса ГТО. Как известно, сейчас перешли уже на третий этап внедрения этого конкурса. То есть мы принимаем контроль нормативы как у школьников, студентов, так и у взрослого населения. Если взрослый сдает ГТО для получения знака отличия, то многие одиннадцатиклассники принимают участие в этом спортивном фестивале для того, чтобы получить дополнительные баллы на вступительных экзаменах в университет. Чтобы хорошо выполнить нормативы, нужна хорошая физическая подготовка. «Многие вузы нашей страны дают дополнительные баллы при поступлении от 1 до 10. И многим студентам, будущим, так скажем, студентам-абитурентам, где-то это достаточно хорошее подспорье. И я считаю, если ты здоров, нету никаких отклонений физических, то просто грех не прийти и не воспользоваться дополнительно этим шансом». Ульяна Кузьмина собирается поступать в медицинский институт. И отличная сдача норм ГТО позволит ей получить дополнительные баллы. «Я считаю, что каждый балл очень ценен для нас. И в каждом вузе дают по-разному. То есть в каком-то вузе я могу дать всего один балл, в каком-то целых пять. Так что я думаю, что это большое преимущество». «В твоем случае, если будет какой-то рейтинг среди учеников, и я на один балл буду кого-то выше, меня возьмут, а того нет. Один балл это, я считаю, очень много». А вот старшеклассница Агата дополнительные баллы за сдачу ГТО получить не сможет, так как за золотую медаль ей уже полагается 10 баллов. Но школьницу это не останавливает. «Это зависит от того, насколько вы спортивны, насколько вы любите спорт, и вообще нужно ли вам это. Вот, например, мне для поступления в университет это, в принципе, не нужно, но я же сдаю». Сдача норматив ГТО – дело добровольное. Многие, кто зарегистрировался, пришли подготовленными. Поэтому знак ГТО, конечно, получит только самые сильнейшие. Впереди у ребят еще плавание и легкая атлетика.